Девушки отдыхают В эпоху интернета быстрее и проще всего разместить объявления в соцсетях, где создано много сообщества о потерянных и найденных вещах. Но, к сожалению, мошенники могут воспользоваться вашей добропорядочностью. Мошенники, под предлогом того, что нашли их иное имущество, начинают выступать с ними в переписку. Они говорят, что мы готовы вернуть, но за это просят эту сумму заграждения, которую просят перевести на счет банковский, либо на счет мобильного телефона. Никогда не надо идти в этом случае на уговоры лица которого, а только при встрече, если у вас есть желание передать вознаграждение лицу нашедшему, только это делать не дистанционно, а непосредственно при общении. Можно определить собственника по найденным вещам или нет? Самое оптимальное решение в такой ситуации – обратиться в полицию, где круглосуточно работает 100 находок. Во-первых, если вы потеряете или повредите найденную вещь, вам придется возмещать хозяина убытки. А во-вторых, это убережет ваши нервы в случае, если собственник заподозрит вас в присвоении своего имущества. В полиции вставляется на тот момент, когда приносит перечень и указывается, какое имущество принес данный гражданин. Если он этого имущества не похищал и себе не присваивал, то к ответственности он не привлекается, а привлекается то лицо, которое совершило хищение. Проводится проверка, устанавливает действительно факт, был ли или не было, или место имело быть, мог ли тот человек, как гражданин, находиться в том месте, где изначально было. Допустим, если он нашел сумку где-то в подъезде до своего дома, а лицо его теряло где-то в торговом центре, мог ли тот человек, который нашел ее в подъезде, вообще находиться в то время в торговом центре и найти ее там. Не стоит думать, что если вы решили забрать найденную вещь себе, следуя поговорке, что упало, то пропало, то ваш поступок останется безнаказанным. Камера наблюдения сейчас установлена почти везде, и в случае чего видеозапись легко станет доказательством вашего злого умысла. И наказание за проступок может быть очень серьезным, от административной до уголовной ответственности. Найдя дорогое имущество, не надо его оставлять себе, потому что, как разъясняет там уголовный кодекс и пленум Верховного суда, что лицо, нашедшее имущество и не принятое никаких мер для возврата и установления ничего в лицо, будет включено к ответственности по статье 158 уголовного кодекса. То есть, и гриметь будет как кражу. Если вещь найдена в местах общественного пользования, ресторане, магазине, школе или в автобусе, маршрутке, такси, то независимо от того, известен законный владелец, найденные вещи или нет, необходимо сдать ее в администрацию учреждений или водителю транспорта. Если же они не хотят вещь возвращать персоналу, дирекции того иного помещения, они обязаны предупредить их и оставить свои данные на тот момент, если кто-то обратится за находкой, что она у них находится. В том случае они будут освобождены от уголовной ответственности. После террористических актов в больших городах бесхозным пакетом, сумкам и коробкам, оставленным в общественных местах, стоит относиться осторожно. Не трогайте, не вскрывайте и не пытайтесь заглянуть внутрь упаковки. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы другие люди отошли как можно дальше от этого места и дождитесь прибытия полиции. Если вы все-таки решили дать объявление в соцсетях, а игрушки и зонтики не самый лакомый кусочек для мошенников, то ограничитесь общим описанием вещи, тогда потеря точно найдет своего хозяина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова